здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи наш обозреватель военные историки писатель александр векслер здравствуйте александр ну что в израиле что называется стало горячо во первых действительно у нас хамсин небывалая жара для середины ноября ну и плюс еще у нас немножко постреливают но это в кавычках я естественно как известно я просто веду в курс тех кто не в курсе что у нас происходит в нашем регионе в израиле конкретно в ночь на вторник израиль ликвидировал своими военными силами одного из лидеров исламского джигада в секторе газа очень известного полевого командира а уже утром всю территорию израиля практически от юга до центра страны начали обстреливать и пожалуй ну вот с девяносто первого года за 18 лет прошло и в центре страны отменили в этот день занятия в школах так что мы стоим на пороге полномасштабной военной операции войны что у нас происходит или это все такой однодневный эпизод смотрите не только отменили занятия в школах впервые было объявлено об осадном положении и в основном все предприятия и учреждения с юга до центра страны могут не выходить на работу для того чтобы они остались со своими детьми которые больше миллиона детей остались дома никуда так сказать не пошли я вам сказать что до этого момента как мы с вами идем беседу по нам было выпущено порядка 175 ракет это в общем то ничего это говорит о том что хамас не участвует в обстрелах израиля до сих пор до этой минуты но это может произойти в любую минуту когда они присоединятся к этой атаке потому что если бы участвовал хамас мы бы уже за эти часы получили 500 и 600 и 700 ракет вы знаете решение о ликвидации бахара абу аль ата было принято еще в прошлое воскресенье военно-политическим кабинетом израиля после пятничного и субботней атаки из газа с 1 на 2 ноября когда по аждероду и по шару негиву по вратам негива было выпущено более 10 ракет сегодня 12 ноября на рассвете цааль атаковал здание в газе в котором находился строптивый и почти никому не подчиняющийся командир северной бригады военного крыла исламского джиада абу аль ата любимец нашего большого друга командующего восточным фронтом стражей мусульманской исламской иранской революции генерала хасама сулеймане надо сказать что все последние 10 дней с 1 2 ноября наш уважаемый друг абу аль ата находился под пристальным вниманием общей службы безопасности шабака и под пристальным вниманием амана военной разведки и армии других организаций он был так сказать окружен очень большим вниманием он скрывался каждую ночь ночевал где-то в другом месте все время старался быть окружены массой людей то есть он знал если он окружен массой людей такого не трону в том числе гостей молодежи детей и так далее и так далее но сегодняшнюю ночью он совершил первую и последнюю ошибку за последние 10 дней шабак получил ночью в ранние часы вечерние получил точную информацию о том где он находится и ракета попала в окно спальни где он находился надо сказать даже не весь дом был разрушен только частично это комната этаж это была не такая большая комната остальные так сказать здания все же 2 1 этаж остались целый кроме абу аль ата погиб еще один человек вероятнее всего его жена и по кое-каким сообщениям поступающим из газа возможно что он ранен на его двое детей уже начиная сегодняшние с ранних часов с пяти с пяти тридцати утра начался обстрел из газы и были слышны сирены в аждоди ашкелони гидерии гиват бреннери во всех районах лохиша во всех районах шар негев а еще через пару часов начиная с восьми часов к ним присоединилась также тель-авив яфо холон батьям решен лицон еще через час где-то модеин могу вам сказать что я лично наблюдал то сказать о том как над модеином была сбита ракета и было хорошо видно длительное время не держится эти два облачка так сказать от нашего железного купола как видно двумя ракетами снимался снималась эта ракета наблюдал показал внукам то сказать но мы до этого так сказать зашли по тревоге в нужное помещение а потом вышли таким образом так сказать железный купол работал нормально потому что все ракеты которые были выпущены в район тель-авива холона батьяма были были сбиты на всем юге страны начиная от аждода и до бершевы также в гуждане как вы правильно сказали были отменены занятия в школах детских садах перекрыты основные дороги вокруг газы включая движение поездов потому что поезда очень хорошо просматривается со стороны газа когда они проходят по дороге за шкелона в бершеву цар перебросил относительно небольшие я думаю дополнительные силы в район газа округ тыла и куда оров сообщил сегодня утром введение чрезвычайного положения от юга до тель-авива включая города гуждана вы это сказать тель-авиве находится так вы хорошо могли видеть и слышать все что произошло и практически все учреждения и не только учебные заведения так сказать закрытые родители остаются детьми точечная ликвидация в газе а также операция сегодняшнюю ночью в дамаске приблизительно в эти самые часы которые я расскажу еще через минуту происходит в последние часы пребывания бениамина натаньяу на посту министра обороны и за несколько часов это происходило до вступления в должность министра обороны нафтали бен это которое должно было состояться и состоялась министерстве обороны на заседании военно-политического кабинета приблизительно в один часов но правда тогда когда планировалось это назначение еще не шла речь о том что будет сегодняшней ночью надо сказать что на пресс-конференции за которой я наблюдал недавно которая была сделана премьер-министром начальником генерального штаба кухави обивом кухави и надавом и надавом аргаманом начальником общей службы безопасности я так сказать не коснусь того что сказал министра потому что он все же по политической так сказать рука несмотря на то что все что произошло сегодня ночью я не думаю что каким-то образом связаны с нашими формированием правительства и так далее как сказал глава омана которому можно доверять так сказать полностью он сказал в этот момент сошлись все звезды действительно сошлись все звезды потому что точная информация полученной нами адрес комната где он находился и окно в которой выглядела ракета без того чтобы это сказать второй и первый этаж этого дома пострадали говорит о том что решение было очень верным и правильным и очень хорошо отработанная служба безопасности армии южно военным округом израиль и цахал надо сказать так объявили сегодня утром двумя операциями и в газе и в дамаске войну террористической организации исламских джигат потому что одновременно с ли с ликвидацией абу ата в газе состоялась также операция так как израильские самолеты выпустили три ракеты сторону дома в районе эль-маза достаточно богатый хороший район дамаска где проживает акрам аль-аджари заместитель вождя джиада исламского загада на хала и непосредственный командир абу аль ата две ракеты попали в дом акрам аль-аджари одна ракета была сбита по дороге с системой пво сирийской в районе имеется битый раненый по некоторым источником объект ликвидации не пострадал по другим источником был ранен но так или иначе не идет так сказать разговора его физическое уничтожение ликвидации потому что операция была в то же время но смотрите с одной стороны стопроцентный успех а с другой стороны так сказать немножко не попало но значит это будет до следующего раза израильские источники один из них информационный источник тег депка утверждает что аль-аджари это главный человек попытка ликвидации которого было возможно что он ранен на связи между исламским джиадом и нашим большим другом иранским генералом хасаном сулейманом командующим вас то западным фронтом так сказать исламской революции в ранние утренние часы сегодня израиль еще пытался передать газу намеки послания миссарим о том что мы не возобновили у политика точечной ликвидации в надежде убедить хамас не присоединяться к атакам джиада и оставить исламский джиад одним на поле брони одним на поле бритвы вряд ли у этой политики был очень большой шанс на успех несмотря на то что до сих пор нич не идет об активном участии хамаса потому что иначе мы бы говорили уже сотнях ракет так как решение о нынешнем вспышке будет ли она короткой и ограниченной или широкой и длительной находится не в руках хамаса и не в руках джиада и сожалению не в руках израиля или египта а в руках тегерана и в руках аяту можно предположить что одновременно с заседаниями военно-политического кабинета израиля в министерстве обороны в тель-авиве проходит такого же рода совещания в тегеране дамаски и берути на которых будет принято может быть ближайшие часы ограничиться ли сегодняшний день только столкновением вокруг азы или распространиться также на другие районы или принято говорить даже на другие фронта скажем на наш север у исламского джиада надо заметить есть свои люди есть силой и в сирии и в ливане которые могут присоединиться к атакам джиада со стороны газы и произвести это из ливана или сирии а даже если они это не сделают так может вступить в действие еще один источник дело в том что в руках генерала хасама с улеймана есть достаточно сил и желание особенно чтобы атаковать наши объекты и сирии и ливана исламский джиад сообщает что массированный удар по израиле будет сделан сегодня в послеобеденные часы после похорон абу эль ата которая вот в эти минуты так сказать происходит я не уверен что его обещание будет на сто процентов выполнено я думаю что в этом обещании не имеют в виду и атаку объектов с двух или с трех фронтов но возможно этого не произойдет потому что потому что хамас до сих пор не вмешался в эту историю с другой точки зрения посредничество оон которая существует между младеновом через младеново прошли просьбы него не просьба обращение к джиаду прекратить огонь потому что если они прекратят огонь и мы прекратим огонь потому что до сих пор мы обстреливали только объекты джиада почти без применения авиации потому что обычно на такого рода удары мы отвечаем сильными налетами авиации авиации налета не было в отдельных случаях только в одном или двух случаях а в основном работали танки и и наши летающие аппараты так сказать в эти часы я не думаю что влияние младенов или влияние от египта могут привести к серьезным желаемым результатам изменить положение поэтому шансы что хамас в контечном итоге не примет участие не присоединится к своему староптивому соседу джиаду я не думаю что невысокие шансы когда знаете кто знает может быть что это не произойдет но с моей точки зрения эти шансы невысоки потому что хамас трудно остаться в стороне от того что происходит на сегодняшний день он должен быть принять решение возможно он уже даже принял в то время как мы с вами разговариваем или даже до этого хотя я практически не сомневаюсь видите какие противоречия в нашем районе что в хамасе и в египте и в кое-каких других организациях рады и счастливу тем что ликвидирован абуэль ата который доставлял и им очень немаленькую так сказать головную боль но они должны будут как-то отреагировать хотя возможно что это не произойдет надо отметить что сал сегодня практически не атаковал хамас а только джиад поэтому все эти нападения были организовать ограничены потому что не было атаки на объекта хамаса в надежде оставить его в стороне от того что происходит ближайшие часы мы увидим продолжение того что мы видели так сказать начиная с сегодняшнего утра возможно это продлится 2-3-4 дня есть такие которые считают что это будет немножко меньше но если такие которые считают что это операция продлится больше более чем 2-3-4 дня мы с вами будем иметь возможность ближайший день 2 увидеть что произошло и каковы последствия это сказать на ваша началась водяра на утром да точно мы никуда не денемся мы будем за всем этим наблюдать и по совету нашего премьер-министра мы запаслись терпением он правда не сказал на какой срок нужно запустить терпением но по совету что он сам этого не знает наверно хотя может быть и он знает александр спасибо за ваш комментарий всего вам доброго его хорошего будьте здоровы и чтобы ракета не летали вашу спасибо напомню что с нами на связи был наш обозреватель александр вексер до свидания александр